Тут такие дурни, блядь, блядь, и я не котик. Отстань. Короче, я зашла в метро, весна на улице, нормально чувствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Точнее, не так говорит, говорит, Андрюша запизнюється, там пробка дуже велика, прям срака, 30 минут треба їхать, то Андрюша чуть-чуть опоздає. Блядь, а Андрюша, не чуть-чуть опоздає, а блядь, пиздец, как опаздывают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погода в Кривом Роге не из лучших. В Киеве уезжал, было солнце, сюда приехал, дождь. Надеюсь, что дома такой погоды не будет. И надеюсь, что будет автобус домой. Если не будет, это будет пизда. Ну что ж, вот я и на родине, но дождь и здесь, сука. Я бы мог спокойно сейчас позвонить деду, сказать, алло, дед, забери меня с вокзала, но нет, я это не буду делать, потому что я не отзвонил бабушке, я не отзвонил деду. Хотел сделать сюрприз, что я приехал, они вообще не ждут меня. Точнее, не ожидают, что я приеду. Не, ну может и не ждут, то я шучу. Ждут, конечно же, но они не ожидают, что я приеду. И ради сюрприза мне придется идти километр с вокзала под дождем, но ничего, это не беда, я же не ванильный, не растану. И самое интересное то, что я еще с собой взял не ноутбук, а, блядь, компьютер, в прямом смысле, компьютерный блок, монитор, клавиатуру, мышку, все провода. У меня сейчас рюкзак просто выпирает, распирает, там он даже не до конца закрылся. Выглядывает монитор. А комп в сумке. Нихуя себе. Ахуя ей. У нас дорогу делают спустя 18 лет, сколько я живу, первый раз трассу делают. Ха, с такими успехами мы и до столицы Украины дойдем, и будем не поселок городской тип, а второй Киев. Может сейчас уже не так удивятся, потому что я уже так делал раз, то возможно реакция будет именно такая уж сильная. А вся сейчас, наверное, в доме, потому что дождь идет, и на улице никого нету. Оп, блин, ворота закрыты. Ну что, погнали. С моим окном пролетает тень, одеваться лень, луч солнца. Привет. 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 Я в Лени. Скажу, Валю, Люба сюрпризы рубит. Ну так, конечно. А что же закрыты? Всегда, чтоб сюрпризы рубить. Мазун. 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 А ты ж, ага. Оп, оп, оп. Что там такое? Ну, вот так. Где? На полосу. Ну полосу сделал. Полосу. Позвуку по часу, по ноту, це така 82. Ты че дурник? Чего дурник? Тут тільки дурник, я не хочу. Что, полоску на брови? Конечно. Чего? Дурочки. А че дурочки? Наскони. А чого? Я і в той раз був з Полоски на брови. В той раз не був. Був. Все. То дуряки так. Дуряки? Так я дуряю. Сирене зеркало, це камери. Чого? Ти рюсила, що це камера. Ну того шоу. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Чим більше, тем менше. Чим більше, тем більше. Хе-хе. Діан, а з ким це я? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хто це за мною? Хм-м-м. Дєд. Я кейсь беззубим чєлвєком. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Чиловєком чи дєдом? Який мальчик, друх! Я же забыл вам рассказать самое главное, почему я оказался у себя дома в селе. Все это из-за того, что Киев закрыли на карантин, сделали красную зону. А как вы знаете, красная зона это когда все транспорты закрывают. И просто мне смысла там нету сидеть, потому что я работал продавцом в торговом центре, а торговые центры закрыли. Работы нету, транспорт не работает, Саша уехала домой и мне там просто нечего ловить. Сидеть в квартире я не захотел, я лучше буду тут ехать как скот, но иногда будет не скучно. А если бы я остался сидеть в городе, я уверен, что это был бы полнейший пиздец. Я не знал бы чем заняться и просто сидел бы в квартире, зависал бы. Так вот получается, поэтому я сейчас в селе. А самый большой плюс всей этой движухи это то, что Херсонская область, где я сейчас нахожусь, в желтой зоне, а не в красной. И здесь магазин они позакрывали. Вот это охрененно. Работа продвигается, вот делают дорогу на трассе. Красота. Настроение классное. Хочется снимать, а что снимать нету? Разве что то, что помогаю бабушке. Когда она говорит что-то сделать, я сразу же это делаю и в принципе могу вам снимать. Вы же такое любите, когда грязная какая-то работа. Нельзя сидеть! Дон, сидеть! Сидеть! Молодец! Давай, Юма. Нельзя. Скажи. Взмой. Молодец! Обучаем Доне командам. Он, правда, немного непослушный, потому что я еще молодой. Когда старше станет, то будет немного умнее. Сидеть! Один год? Ну, сколько уроков я путем, папа, один. Сидеть! Сидеть! Дон! Сидеть! Возьми. Хочу? Молодец! Ну вы помните, что я вам говорил, что когда будет находиться какая-то работенка, я буду это снимать. Сейчас вот нам нужно переорать огород. К нам придет чувак с мотоблоками, будет орать. На бабушке сказала, что те кучки, которые я наносил ранее, вот эти вот, с гноем, их нужно раздробить по всему огороду, чтобы чувак мог нормально пройтись мотоблоками. Она недолгая, но зато есть что снять, а то все равно в хате сижу, ничего не делаю. Вот, короче, вот эти вот кучки должны быть вот такими вот, ну примерно. А чувак там у соседей, мне бабушка до этого говорила это все сделать, но я говорил завтра, завтра, тянул, а в итоге сейчас она меня зовет, быстро-быстро нужно это все делать, потому что там чувак у соседей сейчас приехал с другого села, и это все делает, и он редко приезжает, поэтому нужно именно сейчас это делать. Мы, получается, что следующие. А потом, через пару дней картошку садить. Это самое мое любимое, вставать в 6 утра и сажать картошку. Нижний участок готов, осталось три кучки сверху и все. На это ушло минут 10. Подмышка, наверное, уже вспотела. Ой, нет. Нормально. Продолжение следует. Теперь работа отдела. Таскаты нужно из гаража перетаскать или подать, или что-то такое. Где куча яма? Вот все листы? Да. Я писан за лист. Ну, ну, хотя. Братья свелы целикусно зло, семья урустала далеко, как ты делаешь, чтоб найти своё. Что ты что? Руки черные. Думал, кран подключен, но ничего не подключен. Думал, зима рот, солнце лёд, брат усилием живёт. Битвосход, пик полёт, дерь вперёд. Сердце бьётся, жизнь идёт, тёх растёт, крепко в руки отзавод. Братья свелы целикусно зло. Братья свелы целикусно зло.